Вот, мы хотим сегодня рассказать вам, просто мы, как-то мне пришло на сердце позвать ее поговорить о чуде. Я даже не знала, но у нас оказалось, с ней вообще идентичные чудеса мы пережили в своей жизни. Hello people, драгоценный, небесный. Я сегодня с гостем, очень чудесной, милой девочкой, зовут Мариночка. Мариночка у нас левит, поклонник божий, человек, который живет в присутствии день и ночь, всегда. Пишет потрясающие песни, я думаю, что многие песни вы даже не догадываетесь, но автор она, рожденная из самой глубины сердца ее. И, ну, мы тут не будем сильно рекламу вставить, но заинтригуем вас, чтобы вы нашли Мариночка Смолоногова. Крэйс Мьюзик. Вот, мы хотим сегодня рассказать вам, просто мы, как-то мне пришло на сердце позвать ее поговорить о чуде. Я даже не знала, но у нас оказалось, с ней вообще идентичные чудеса мы пережили в своей жизни. Ну, начнет, наверное, Мариночка, а потом я свое тоже расскажу. Эта история произошла со мной, когда я училась на библейской школе. Однажды, просто в один из дней я обнаружила шишку в своей правой груди. Когда я слышала о том, что есть рак груди и вообще история с онкологией, это очень, казалось мне, что-то очень далеким. Вот, но на самом деле моя бабушка по маминой линии, она умерла от рака груди. И когда я обнаружила эту шишку, это, конечно, было вообще таким шоком для меня. Все какие-то воздушные замки моей веры. Ого, все будет классно, все круто, куда-то улетучилось. И мне стало жутко страшно. Я попыталась сходить в пару больниц, но так как библейская школа была в другой стране, я поняла, что мне не смогут оказать ту помощь, которая на самом деле мне необходима была в тот момент. И я как-то это оставила на потом домой. Ну, сейчас приеду, осталось совсем чуть-чуть, приеду и разберемся. Вот, я приехала домой после библейской школы, и как-то все закрутилось, и можно сказать, что я про это как-то не вспоминала. И на одном из служений, это было обычное служение в церкви воскресное, к нам приезжал проповедник, гость на конференцию. И в конце служения я стояла на сцене, получается, сзади проповедника. Сцена была очень маленькая, вот, там уже сказали молитву покаяния, уже люди практически собирались. И он сказал, я услышал от Бога такое слово, что на этом месте есть девушка, у которой есть какое-то образование в правой груди, ну, похоже даже как-то на шишку, что ли. И он говорит, не переживайте, вот, говорит, вы должны понять, не переживайте, Бог вас исцелит, и для Бога нет ничего невозможного. Вы представляете, в этот момент я стою за его спиной, и меня вот так вот трясет, потому что я на 100% понимаю, что это была я в тот момент. И настолько меня переполняли странные ощущения, просто и шок, и страх какой-то, как это вообще возможно, это что, правда, Бог говорит. Вот, и, в общем, через пару дней я прошла обследование, и ничего не обнаружилось. Вот, и так как я работаю с детьми, каждый год я прохожу медицинский осмотр, вот, обязательно проверяют врачи, и у меня все чисто, все замечательно, все хорошо. И для меня это, на самом деле, очень сильное свидетельство, и я никогда не спутаю это с чем-то другим, потому что вот было конкретно пророческое слово сказано в тот момент, и я понимала, что это для меня, и Бог это сделал по-настоящему. Супер! Потрясающее чудо, правда? Вот у меня было подобное. Представляете, мы вот, правда, случайно разговаривались, я даже удивилась, думаю, надо же так. Только у меня слева было. Я была тоже молодой девушкой, уже верующей была, и, ну, у меня вообще-то с детства было. Где-то, знаете, мне вообще начались эти боли, еще когда я подростком была, когда вот, наверное, гормональная перестройка вся началась. И каждым годом все сильнее, 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 и в какой-то момент, в общем, ну, стало уже совсем больно терпеть, и я пошла к врачу, мне там назначили капельки, на мой какие-то там, ну, обычно всегда, в общем, пропила капельки, лучше не стало, уплотнение осталось. И меня отправили в онкологию сдавать пункцию. Говорит, иди сдавай, потом уже будем решать, что с тобой делать. И я сдала, и там надо было два месяца примерно ждать результат. А за эти два месяца началось лето, и у меня как раз там была запланирована поездка на очень чудесную конференцию в другой город. И был момент, когда на одном служении вообще, Марина Тушевна, ничего не предвещала обычной конференции. Ну, правда, но она была необычной, она была для меня очень долгожданной, она мне чего-то стоила этой конференции. Я на это потратила свой отпуск, свои отпускные, как бы, да, и, ну, но самое главное, что я ждала. Ну, я даже, знаете, я в тот момент, кстати, вообще не думала про свои шишки, я вообще ждала Господа, и ждала просто чудес, хорошего времени и присутствия Божьего. И вдруг проповедник начинает говорить о том, что очень многие болезни появляются у нас из-за страха, когда произошла какая-то ситуация, и как страх вошел в тебя. И, как правило, вот часто рак или какие-то вещи, они начинаются, вот опухоли, начинаются из-за страха. И когда он говорил, представляете, в этот момент мне как будто кино прокручивают внутри меня назад. Я вспоминаю, как я подростком приехала к своим родственникам, там на Волге, в Волгаре есть такой микрогородочек. Там жила, как бы, по-моему, дедушки и родственники, в общем, сестры его, сестры-братья. И одной из сестер его, она была такая очень красивая женщина, и я помню вот этот момент, как она стоит возле меня, и я смотрю и понимаю, что у нее нет одной груди. А у меня как раз возраст, этот подростковый формирование, да. Я стою, понимаю, что у меня дикий просто ужас, что и мысль, что она же мой родственник кровный, что у меня такое же может быть. То есть, знаете, вот этот момент, когда девочка только становится девушкой, да, и ты вот это увидел, и в меня реально тогда вошел страх. Но прикол в том, что я все эти годы ни разу в этом не вспоминала, вообще ни разу. И на конференции, когда священник начал говорить эти вещи, мне прям как кино внутри прокрутили, я вот этот кадр увидела, вот эти ощущения свои вспомнила. И я как будто поняла, откуда вообще это все. И после этого этот священник, он начал молиться, говорит, мы сейчас будем молиться, и мы весь страх покроем любовью Иисуса Христа. И придет любовь, и придет исцеление, и никаких последствий этого страха не будет в вашей жизни. Ну, сказать, как я кричала, ничего не сказать. Я очень громко кричала и молилась, и благодарила Богу вообще, потому что, знаете, в Библии написано, что истина сделает вас свободными. И еще раз повторю, что Иисус Христос умер уже за все наши болезни и за все наши страхи. Он претерпел весь ужас, который можно было только претерпеть. В общем, честно скажу, я даже не пошла забирать анализы, честно. Потому что у меня прошла всякая боль, я сама рукой все общупала, ну, я после этого там, ну, понятно, что бывало много раз у врачей, и периодически хожу. У меня нету никаких уплотнений, никаких шишек. И я знаю, что это вся слава нашему Господу Иисусу Христу, потому что он живой, и его слово живо и действенно. И, как Библия говорит, острее всякого меча бою до острова, оно проникает туда, куда надо, и вырезает все, что не нужно, не твое. Оно вырезает, убирает без последствий. Поэтому мы живые свидетели, и мы вам рассказываем, чтобы эти чудеса тоже стали в вашей жизни случаться. Спасибо. Спасибо тебе, Мариночка. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok